привет сироки засмотрящие сегодня у нас продолжение пищевой темы на днях тут вышло видео про молоко но это такая зарисовка я вспомнил что у меня же было видео и про воду восемь лет назад нолик и вторую водичку замеряем водичку замеряем и мы видим вот это примерно то что доктор прописал то есть вот 108 109 это очень хороший показатель в нашем наших условиях то есть именно для того чтобы компенсировать жесткость воды которая идет из-под крана и теперь смотрим кто у нас такой хороший это вода эверест было такое и тогда я выяснил то что лучше тогда на тот момент у нее то что лучше все воды хороши но по показателю мы берем за основание показатель ppm ppm это количество частиц примесей в солей там минералов на миллион частиц воды чтобы не рыться в интернете чтоб вас не загружать мы просто зададим вопрос нашему голосовому ассистенту и он нам подскажет что же такое ppm и чем его едят давайте зададим вопрос алиса расскажи пожалуйста что алиса ppm коэффициент воды что это такое расскажи ppm parts per million это коэффициент который показывает количество растворенных веществ в воде он измеряется в миллиграммах на литр мг на литр и используется для оценки качества воды значение ppm указывает на общую минерализацию воды и ее пригодность для питья минеральная вода а минимальный уровень ppm какой хорошо а и поменял средний уровень ppm пищевой воды ну пить питьевой воды Средний уровень ppm для питьевой воды составляет примерно 100-300 миллиграммов литр. Хорошо. То есть, если вода имеет 100 ppm, это отличная питьевая вода. Правильно? Да. Воду со значением ppm 100 миллиграммов литр можно считать хорошей питьевой водой. А вода примерно 300 миллиграммов литр или 300 ppm, она хорошая для питья? Вода с уровнем минерализации до 100 миллиграммов считается оптимальной для питья и готовки. Если вода для питья имеет ppm 300 или 290, это какая вода? Хорошая? Хорошая вода для питья имеет уровень жесткости до 3 градусов G, что соответствует ppm 300. Ага. То есть, до 300 куда ни шло. Правильно? 300 это нормальная питьевая вода. Пить можно? Да. Воду с уровнем жесткости до 3 градусов G или ppm 300 можно считать нормальной для питья. Хорошо. Из этого мы делаем вывод, что в принципе, поэтому все воды, сколько я их не мерил, все практически воды имеют ppm всегда ниже 300. Это, видимо, такая норма, которую приняли лаборатории, производство. До 300 можно и не чистить, что называется. Выше 300 уже такая вода в промышленности, в продажу, не в промышленности, такая вода в продажу не должна поступать, видимо, совсем. Потому что это уже жесткая вода и действительно вредна для здоровья. Чем она вредна для здоровья? Выше 300 ppm. Ну, ответ сам лежит, в принципе, в названии этого ppm. То есть, в этой воде очень много примесей. И эти примеси могут неблагоприятно влиять на наше здоровье. Там, камни в почках, отложения какие-то. Да и вообще, много, допустим, того же железа в воде. Это очень нехорошо, потому что для здоровья это вредно. А его должна быть определенная норма. Эти нормы, конечно, мы можем узнать в интернете. Но не об этом суть. Суть о том, как происходит процесс этой воды, ухудшение, улучшение. Так вот, 8 лет назад я делал видео про LREST, который имел ppm 110. На тот момент это была, ну, просто идеальнейшая вода. Я сам ее пил. И производится она, как было в открытых источниках в интернете написано. LREST производится методом обратного осмоса. То есть, это, получается, чистится вода практически до дистиллированной. И потом туда искусственно вносятся минералы до степени нормальной минерализации. На тот момент она была 110. Это идеальная вода, реально. Хорошо ее пить. То есть, она насыщает организм полезными минералами. И при этом выводит лишнее. Абсорбируя на себя все остальное. Если же вода имеет... Это я вам уже вперед рассказываю. Что такое минеральная вода? Почему у нас в Латвии минеральная вода? И DERMA и SUDANS это абсолютно две разные воды. И на них, представьте себе, абсолютно разные законодательные требования. То есть, минеральная вода в Латвии, которую мы видим в продаже. И мы можем купить очень много минеральных вод. Это те воды, которые добываются из каких-то природных источников. И они не должны никак чиститься и обрабатываться. Ну, вот так устроено законодательство. Минеральная вода, если вы на этикетке читаете, вот, например, Венден. Минеральная вода Венден. Вы должны понимать, что это вода, которая с какого-то природного источника. Она может быть со скважины, какая-то вода минеральная. Какая-то может быть из открытого источника. Но она не является приготовленной водой. И она не очищается никаким образом. Она такая в природе. Поэтому для того, чтобы выпускать минеральную воду, должны быть проведены испытания этой минеральной воды. Ну, в общем, всё там достаточно сложно. А вот что касается DERMA и SUDANS. По законодательству нету обязательства. То есть, на каждой упаковке, на сайте вы можете зайти и буквально проследить, откуда берётся эта минеральная вода. И даже есть, вот, допустим, вода, там, я смотрел некоторые воды, там, тот же Венден, тот же Закюни уже. У них на сайте указано даже вплоть до того, где этот водоём, где шахта, в какой волости находится эта скважина. То есть, вот такие подробности. А питьевую воду, оказывается, мы можем вообще ничего не указывать. Вот серьёзно, по закону производитель не должен ничего указывать. Подтверждение этому я вам покажу статейку с Delphi, которая об этом всё пишет. Журналист в своё время об этом разбирался. Ничего, кстати, с того времени не изменилось. И сейчас, в принципе, вот в принципе, если вы берёте из-под крана воду, наливаете в бутылки, сдаёте её на анализ ПВД, она хорошего качества, то вы можете открыть свою фирму и продавать эту воду. И вы по закону не обязаны указывать, откуда эта вода, где вы её взяли вообще. В 2006, по-моему, году была такая история, как она называлась, Короля от Суденс, такая была. Был скандал, было дело, нашли, значит, хутор, на котором воду разливали по бутылкам и продавали. Вот сейчас, в принципе, ничего не изменилось. Поэтому, если вы зайдёте в магазин, опять же, приложу видео, пройдёте по полкам. Когда-то, вот, когда-то, можно было зайти в магазин и купить очень много питьевой воды. Очень много, всякой разной. Dzerame Sudens. Сейчас, что в один магазин я зашёл, что в другой, везде в основном стоит минералоденс, минералоденс, минералоденс. Почему? А Dzerame Sudens очень мало. Почему? Потому что, я как это понимаю, хоть это законодательно и легко, но я, например, боюсь пить Dzerame Sudens с бундуля. Почему? Потому что вообще неизвестно, откуда эта вода. Вот серьёзно. Я удивился тому, что ППМ в Эвересте со 110 сейчас вырос... Давайте проверим, да? А, для начала. Мы много говорим, давайте экспериментами займёмся. Так вот, проверим. Вот это вот у меня питьевая вода из-под крана. Просто из-под крана питьевая вода. Мы сейчас проверим, какой у неё ППМ. Замеряем, проверяем. Вот такой ППМ. Сейчас я его сомневу. Ну, 284, если видно. Видно. 284. Уровень воды из-под крана 284. Напомним эту цифру. 284. Это... Вы помните, голосовой помощник нам сказал, что 300 – это предел для питьевой воды. Дальше уже начинается минеральная или техническая. Как отличить техническую от минеральной? Например, в минеральной не может быть много железа, а в технической может быть. Потому что техническую мы не пьём. И, соответственно, если в технической воде очень много железа, она аж бурая, ну, нам не мешает это огород поливать. Она техническая. А если в минеральной воде много железа, то она уже вредной становится. Она уже не минеральная, а техническая. Примерно вот так. То есть, минеральные воды, вы же знаете, вот были и синтуки, боржоми, там, манголи. Это воды, которые реально добиваются в природных парках, там, различных со скважин интересных. Ну, то есть, это вода, которая действительно лечит человека. И если вы почитаете... Алиса, опять же, спросим в интернете. Алиса, сколько можно пить минеральной воды в сутки? Суточная норма жидкости зависит от индивидуальных особенностей организма и образа жизни человека. Обычно рекомендуется выпивать около 30-45 миллилитров воды на 1 килограмм идеальной массы тела. Больше жидкости требуется при повышении температуры, занятиях спортом и любой физической активности, а также в жаркую погоду. Немножко... Это про простую воду ты рассказал. А вот минералки сколько можно в день пить? Допустим, боржоми. Суточную норму употребления минеральной воды лучше обсудить с врачом. Обычно рекомендуется выпивать столовую минеральную воду, которая содержит 1-2 грамма соли на литр, для утоления жажды. Но стоит помнить, что слишком частое употребление лечебно-столовой минеральной воды может быть вредным для здоровья. Вы слышали? Вы задумывались об этом вообще когда-то? Вы заходите в магазин, а я часто вижу, люди даже берут минералуден с пундулями по 5 литров. Я не знаю. То есть, надо задуматься о том, что минеральная вода вообще-то это лекарство. На самом деле это лекарство. Её нельзя пить литрами. Это вот даже голосовой помощник говорит, что её нужно пить по согласованию с врачом. И так было. Была такая советская медицина. Доктор вам прописывал для нормализации работы желудочно-кишечного тракта стакан ессентуков в день. И были разные минеральные воды, рассчитанные на разные заболевания, так скажем. Потому что если у вас нехватка каких-то элементов, вам надо пить эту воду. Если у вас нехватка другого, что-то эту воду. То есть, тогда была градация различных вод для того, чтобы исправить какие-то проблемы в организме. Сейчас мы пьём минеральную воду, не раздумывая, не обдумывая. Вот она стоит, вот минеральная, вот минеральная. Их столько всяких разных минеральных. Мы пьём её чуть ли не литрами. Этого делать нельзя. Я не знаю, почему это многие не понимают. Но судя по тем объёмам воды, которые продаются и пьются, мне кажется, люди что-то недопонимают. Поэтому, наверное, я и хочу немножко внести ясность. Потому что можете слушать, можете не слушать. Но от этого не изменится суть проблемы. Можно не признавать вред большого количества минеральной воды. Но когда этот вред на вас скажется, вам придётся это признать. Или вы будете это косить на какие-то другие факторы. Типа, я много гулял. Или ещё чего-нибудь. Человек свойственно ошибаться и не признавать свои ошибки. Так вот, питьевая вода, ПАЖ, уровень ПАЖ. Мы отвлекёмся. Замерим ПАЖ питьевой воды. ПАЖ питьевой воды 8,1. Запомним это. 283. Питьевая вода из-под крана. И уровень ПАЖ 8,1. При этом надо помнить, что уровень ПАЖ... Уровень ПАЖ мы даже не будем особо трогать. Потому что, в принципе, сколько бы я его не мерил, он везде приличный. И даже не стоит к этому придираться. А вот и уровень минерализации, PPM так называемый, он везде разный. Значит, я поговорил. Теперь можно эту питьевую воду из-под крана выпить. Давайте посмотрим, как же изменилась вода Эверест, которая была на тот момент. Она мне очень нравилась. Я её очень пил. Она не стала, наверное, по качествам хуже. Но по уровню PPM она резко изменилась. Теперь вода PPM. Уровень PPM у воды Эверест. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Видите, да? 300. Ну, 300. Скачет там 300. Ну, допустим, 300. Даже возьмём минимальный. Хотя на самом деле... Ну, 300. Ровно 300. Уровень PPM Эвереста 300. Было 110. Тут явно прослеживается какое-то изменение воды. В своё время Эверест купил Цесуалус. Сейчас Цесуалус продаёт эту воду. И вы можете даже на упаковке прочитать, что Цесуалус продаёт эту воду. На этой воде, что интересно, посмотрите. Указано, что она добывается с глубины 410 метров. 410 метров. PH у неё 7,4. Про PH я молчу. Потому что PH вы понимаете, что это... Величина, ну, хорошая. Она везде соответствует. И я меряю. Давайте даже померяем PH этой воды, чтобы уже... Давайте, давайте. Ну, 8. 8 показывает. Я даже не буду показывать. 8. 7,4 написано. 8. Бог с ним. Пусть будет 8. Хорошая вода. Но уровень 300 это... Алиса, ещё раз скажи, пожалуйста. PPM 300 это хороший уровень для питьевой воды? Уровень 300 PPM считается хорошим для питьевой воды. Так как он находится в оптимальном диапазоне для качества воды. Однако точное значение зависит от местных стандартов и требований. Ну, а идеальная вода, PPM какой? Идеальная вода имеет уровень минерализации до 100 миллиграммов литр. Вот. До 100. 300. Было 110. Стало 300. Это говорит о том, что изменился способ приготовления этой воды. И так как эта вода продаётся Цесуалус. И как будто бы производитель Цесуалус. Я позвонил на Цесуалус. И я могу вам достоверно передать содержание беседы. Что мне сказали, что... Задан был простой вопрос. Вот тут написано, что 410 метров. 410 метров скважины. Где находится эта скважина? Вот серьёзно. Я так прямо и спросил. Где находится эта скважина? На это не было ответа. Сказали, напишите на e-mail. Мы вам ответим. Написали на e-mail. Ответа тоже не было. А когда позвонили второй раз и спросили, где находится эта скважина. Ну, там начались такие... Вот любую дорогую воду возьмите, где указана скважина. Стоит буквально даже волость, где эта скважина находится. Вот смотрите, хороший пример. Например, вода вот... Лил Бата. Мы можем зайти на их сайт. Здесь всё расписано. Походя по сайту, побродив, можно зайти на конкретную воду. Где сказано, что вот в этой конкретной волости добывается эта вода. Если вы зайдёте на гугль карты, вы даже найдёте этот источник. Там оказывается парк. Вода берётся из открытого источника. Этот источник питается родниками. Ну, то есть, это, так скажем, водоём. Вот тут вся её характеристика. И так практически на каждую более-менее приличную воду. То есть, если вы хотите качественную воду, то, конечно, надо вот таким вот образом выбирать. Определиться с её источником. Честно сказать, вот так как я... Мне обидно за Эверест. Почему? Потому что он был когда-то хорошими показателями. И даже, как бы, ну, не скрывалась эта история, да. А теперь... Вот, подождите. Сейчас я давайте найду ещё, допустим, Венден тот же. То же самое. Мы можем зайти на сайт Венден, поискать вот что угодно. Посмотреть на воду эту, выбрать. Даже, смотрите, у него даже на русском. Тьфу-тьфу-тьфу. Спасибо, Венден, что ещё не поддался этому всеобщему кошмару. Ну, вот где добывают, видите. Пожалуйста, опять указано конкретное место. Я вас уверяю, если вы туда приедете, вы увидите, что действительно эту воду именно там и добывают. У неё специфичные свои свойства. В общем, этим производителям можно верить как никому. Поэтому и цена у них, наверное, чуток подороже. Ну, а в остальном, если мы начнём искать что-то более, так скажем, про Эверест, ну, к сожалению, я вас уверяю, вы ничего не найдёте. Я перерыл весь интернет. Единственное, что я нашёл, вроде как бренд принадлежит эстонской фирме какой-то, но на сайте этой фирмы я не нашёл Эвереста. Ну, в общем, тёмная-тёмная ночь. Поэтому, единственное, что мы, даже если зайдёте в Эверест ЛВ, да, есть такая мысль, значит, зайти на такой сайт, потому что вода-то популярная. Вы посмотрите, сколько её в магазинах. И люди её пьют, и я её пил. Вот в чём парадокс-то. Но когда я измерил этот ППМ, оказалось там 300, ну, это меня напрягло. Поэтому, к сожалению, видимо, придётся... Ну, как я уже говорил, я теперь понял, что минеральную воду я пить не буду, потому что пить минеральную воду нельзя всё время. А хорошей питьевой воды фактически смысл тогда её покупать, если она в крайне у нас такого же качества. Собственно, поэтому... Вот мы заходим опять на Сесуалос. Тут понятно, что это... Вот она есть. Тут всё про неё указано. Даже указано, опять же, что 410 метров, значит, это вот скважина. Но, к сожалению, я не нашёл в интернете ни такой скважины. То есть, знаете, скважина 410 метров, это вам скажут буровики. Надеюсь, хоть кто-то посмотрит это видео из буровиков и напишет, что 410 метров воду добывать. Да ладно. Там 70 метров, 80, 100, 120. Но 410 это уже какая-то фантастическая запись. Ну, если кто-то может опровергнуть, будьте добры, скиньте в комментариях. Или давайте разберёмся с этим вопросом. Потому что вода, это очень важно на самом деле. Поэтому давайте, если кто-то сможет найти в интернете, челлендж такой, что про Эверест можно найти вообще истинную информацию. Потому что от производителя истинной информации не получили. Значит, собственно, каждый должен решать. Вот тут вы видите, опять же, указано 410 метров. Откуда они взялись, непонятно. В общем, вот так. Давайте каждый решает сам за себя. Я отказываюсь от Эвереста, потому что непонятно абсолютно откуда, что и как. И даже при связи с Цесуалос никаких понятных пояснений не было дано. Всё как-то очень туманно с Эстонией привозят. А в Латвии она течёт из шахты, из скважины уже с пузырьками. Всё-таки вода же это не просто какой-то элемент нашей жизни, это основа. По сути, это основа. То, что мы пьём, это основа всего того, что, собственно, с нами происходит. Ну, допустим, мы там супы и варим. Это же всё на этой воде. Так вот, даже в городе у нас, вы же знаете, да, скважины есть. Всё. Если тебе очень интересно, ты можешь узнать, где эти скважины тебе покажут. Это лабораторные анализы и прочее, прочее, прочее. Бутылка воды, любой, там, полтора литра, стоит в районе евро. Если вы посчитаете, куб стоит, там, условно говоря, 2 евро питьевой воды, ну, у нас из-под крана. 2 евро куб, это 1000 литров, 2 евро. То посчитайте, сколько вам обойдётся 1000 бутылок по евро. Это 1000 евро. 2 евро и 1000 евро. Я, например, возьму воду Венден, минеральная. Написано, минеральная вода Венден, минеральная. Вы знаете, вот мы про минеральную воду говорили. Это вода, которую нельзя пить постоянно. Она как-то даже течёт, она такая густоватая. Вы заметьте, вот, серьёзно. Она, у неё какая-то интересная консистенция. Она как будто бы густоватая. Ну, ладно, мы меряем сейчас ППМ минеральной воды. Включаем. Вот парадокс нашей жизни. Природная, как бы, дзерамайсуданс. Дринкенкватер. У неё 300. 300! Но она дзерамайс. Почему? Потому что не надо указывать, откуда она берётся. А здесь мы смотрим. 247. 247. Минерализация воды Венден. Представляете? 247. ПАЖ я тут же... Ну, давайте ещё и ПАЖ померим. Ну, жалко. Померим ПАЖ. 8.0. И надо отдать должное. Смотрите, как чётко написано. Вот. Мне нравится, когда меня не разводят. Тут написан ПАЖ от 7,2 до 8. То есть, производитель... Он как бы говорит. Ну, не бывает ПАЖ стабильный. Он от партии к партии меняется. Они не поленились и указали. 7,2 до 8. Мне это нравится. Тут 7,8. 7,8. И это вкладывается в эту норму. Мы заходим на сайт Венден. Можем прочитать, откуда эта скважина. И задаю вам челлендж такой. Пришлите мне, пожалуйста, откуда берётся вода Эверест. Вот кто найдёт в интернете, или вообще где-то, откуда берётся вода Эверест. Я звонил в Цесуалос. Мне не сказали точное место скважины. Ну, просто не сказали. То есть, сказали, что это вода с Эстонии. Оказывается. И вода привозится с Эстонии. Откуда она берётся, в Цесуалос не знают. Ну, мне так сказали. Значит, что с этим делать? Очень подозрительно. Мне, например, покупать эту воду. Почему? Потому что, ну, откуда вода, неизвестно. 410 метров скважина. Наберите, опять же, в интернете такую фишку. 410 метров скважина. И вы увидите, что таких скважин почему-то в интернете я не нашёл. Везде скважина для питьевой воды. Ну, это какой-то маркетинговый ход. Или пусть, я не знаю, 410 метров. Мне тогда интересно. Я же пью эту воду. Я её покупаю. Сейчас даже налью и выпью. Вот эта вода. Ну, на мой взгляд, она непонятно откуда. Но она соответствует критериям. То есть, я уверен, у неё есть все бумаги на неё. Понятно. Она бы не оказалась в магазине. И мы её пьём. И я её пил много лет. Но сейчас, после последних испытаний моих, и после, я хотел выяснить, где же находится скважина, я не нашёл скважины. За ваше здоровье. Цесуалос, к сожалению, тоже не подсказали. Они сказали, что вода с Эстонией, ещё раз повторюсь. А вот та, которая газированная вода, она... Мне... Серьёзно. Я вам расскажу историю. Мне рассказали такую историю, на Цесуалос, что вода из... Значит, вода из... Вот эта вот питьевая вода, не газированная, не газированная, она приходит с Эстонией. А газированная, газированная, добывается в Латвии. Сразу со скважины с пузырьками. Ну, я не буду комментировать ничего. Ну, это вот так вот была беседа. Поэтому у меня сложилось впечатление, что не то. Вот мне бы казалось, что надо как-то... Так как вода является источником нашего благосостояния, ну, даже не благосостояния, а здоровья нашего, а от здоровья зависит наше благосостояние, потому что есть здоровье, ты заработаешь себе на всё остальное. И вода это первичный, первичный, из чего всё состоит. Мы из воды состоим. Не раз слышали эту фразу. Алиса, а на сколько процентов человек состоит из воды? Человек состоит из воды примерно на 75%. Представляете, 75% мы состоим из воды. Так вот. Мы отвлекли. Это так. А вы знали, что вода может быть в трёх состояниях? Твёрдом, жидком и газообразном. Конечно, знал. Ну вот. Суть в том, что минеральная вода в Венгленд меньше минералов имеет, чем питьевая вода Эверест. Это парадокс. Такого быть не должно. Пить минеральную воду, я вам уже говорил, нельзя. Нельзя часто пить минеральную воду. Ну, в общем, прежде чем пить вот эту воду или любую воду минеральную, обратитесь к врачу, посоветуйтесь, сколько он вам порекомендует её пить. А прежде чем её пить, вы должны посмотреть вот этот состав минералов, который тут указан, и сделать вывод, сделать анализ вашей крови или вашего организма, посмотреть, чего вам не хватает. А если у вас всё в норме, то не надо злоупотреблять и добавлять эти минералы способом применения вот этой воды. Потому что впитывая в организм, поступая в организм с этой водой, эти минералы перенасытят ваш организм. У вас могут быть аллергические ли реакции или ещё какие-либо реакции. Поэтому вот. Ну, давайте, на что мы ещё отвлекёмся? Вендон минерал Уденс мы померили. Есть ещё другая у меня упаковка, тоже минерал Уденс Вендон. Давайте, чтобы уже сделать. А вообще я это делаю в видео для того, чтобы меня удивило. Я как-то пью-пью-пью и сделал замеры Эвереста. Вспомнил, что было 110, стало 300. Ничего себе разница. Это очень большая разница. Поэтому мне захотелось это сделать. 8,1 PH, 8,1 Бендон минеральная. ППМ другой минеральной воды. В другой упаковке. Вот такая и такая. Вот видите, две минеральные. Я думаю, должно быть примерно одинаково. Там было 245, тут 250. Но это 245, 250. Сами понимаете, это вообще ни о чём. Это абсолютно нормально. Аж горло пересохло. Есть шикарные воды. Например, вода ВОЗ. Вы их, наверное, знаете. Покажу вам там кусочек, ставлю видео. Сейчас будем тестировать. Самую крутую воду в мире. ВОЗ. Течёт. Откуда? С горных рек. У неё уровень минерализации вообще 20. 20! Это чистейшая вода. Её пить много тоже не рекомендуется. Но как вот... Она, во-первых, дорогая. Бутылка ВОЗ стоит 4 евро примерно. Ну, вряд ли мы будем покупать бутылку пол-литра за 4 евро и пить её просто так. Это чисто столовая вода. В ресторанчике выпить. Или там когда-то где-то по вкусу. Пьётся она легко. Даже вам советую, если вам интересно, понять, что такое хорошая вода. Вот купите ВОЗ и продегустируйте воду, например, под краном. Воду минеральную. Воду Рест. Воду Манголи. Любую другую воду возьмите, продегустируйте. И вы даже почувствуете, насколько легко пьётся вот хорошая вода. Нет послевкуся. Её выпил. У тебя ощущение, ну, блин, как хорошо пошла. Есть такая вода Батос. Батос Уденс. Вода очень мне понравилась. У неё ППМ. Ну, знаете, такая бутылочка с розовыми птичками. Они разные тоже бывают. У неё 180 ППМ. Это очень хорошая вода. Почему у неё такой низкий ППМ? Потому что даже на этой воде, на сайт зайдите, там доказано на сайте и показано, что она берётся из открытого питьевого источника. То есть, из озера, с водоёма какого-то, который охраняется. На сайте вы можете зайти, посмотреть, что этот водоём находится действительно далеко от промышленных зон. И у неё поэтому низкий ППМ уровень. Я вам по секрету скажу, как я уже рассказывал про скважину, что если вы измерите воду со скважины, у неё будет высокий ППМ. Там очень много минералов, её надо очистить. Если вы возьмёте дождевую воду, у неё уровень ППМ будет 11-12. У меня в бане я измеряю воду, она у меня дождевая. Там 11-12, это почти вода, ВОЗ за 20 приближается. Но просто ВОЗ стоит 4 евро, а питьевая с неба капает бесплатно. Но опять же ВОЗ очищена бактериально, а питьевая мы не знаем, что там капает с неба. Поэтому пить дождевую воду тоже опасно без очистки. Но это я рассказываю про уровень ППМ, уровень минерализации. Он очень важен на самом деле. Поэтому ещё раз повторюсь. Вот моё всё это видео сводится к тому, что я сделал такой для себя вывод, что покупать воду в бутылках пластиковых абсолютно нет смысла. Она по минерализации превышает уровень из-под крана, а вы покупая её, согласитесь, вы же надеетесь, что она чище по минералам. Нет. Поэтому вот у меня такое, это не экспертиза, это просто домашнее исследование. То есть на самом деле тестер стоит копейки. Вы должны иметь такой тестер. Я прошлое видео говорил, сейчас говорю. Такой тестер надо иметь. Вода – это ваше здоровье. Соответственно, только лишь убедившись в том, что вы покупаете природную воду или какую-то ещё, и уровень минерализации у неё меньше, чем у вас из-под крана, тогда есть смысл её покупать. Если он выше, честно сказать, я не понимаю, для чего люди её покупают. Мы отдаём тысячи евро ни за что. За упаковку, за пластик. Тем самым засоряя природу и зашелаковывая свой организм этими минералами. Вот, собственно, всё. Не знаю, будут вопросы, можно ещё вторую часть этого видео сделать. Я не попробовал воду Ассет. Вот есть у меня ещё. Давайте. Сейчас я по-быстрому. А то бутылка стоит, а я... Ой! Смотрите, воды налито. Ой-ой-ой-ой-ой. А вы заметили, когда покупаете бундуль 5 литров, у него бывает воды вот так налито буквально. Это что-то меня тоже удивляет. Это такой... Давайте вот это Ассет вода. Полтора литра. Она не минеральная, она питьевая. Очень интересно. А вдруг окажется, что она сейчас лидер по тестам. Ё-моё! 361! Вы понимаете? 361. Ну, да. Это хорошо, наверное. Для кого-у кого не хватает этих минералов. Но в нашем случае 361 я не хочу такую воду использовать в пищу. В кране 280 мне этого хватает. Поэтому... А всё равно выпью. Всем здоровья! Я сегодня намешал себе коктейль тут из разных минералов. Всем пока! Будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok